Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ару, и сегодня я покажу вам, что я купила в Италии. По идее, очень классно звучит говорить, что я купила в Италии. На самом деле, я вернулась с Лоевера, с Италии, и у меня два дня выходных. Завтра у меня разворотный рейс, поэтому я решила на своих оффах снять такие короткие блоги про мои покупки. У меня вышли слишком длинные стрелки. На самом деле, я вам покажу не только покупки из Италии, но и заказы с Шейн, потому что он прибыл вчера, и я получила кое-какие крутые вещи. Но давайте начнем с Италии. У меня случился мини-шоппинг в Риме, потому что в Заре шли очень классные скидки. Это во-первых. Во-вторых, в Дубае по-любому чуть дороже. И в-третьих, мне нравится... Как это называется? Да, блин, забыла слово контент. Материал. И в-третьих, мне нравится именно стиль в Европе, чем в Дубае, поэтому я прикупила себе вот такую одежду. Первая, это такая базовая майка. Я обязательно все примерю и вам покажу. Там же я переодела и сделала поточки слима. Вот такой топ. Я его купила просто не примеряя, потому что нужно было переодеться. В Италии было очень жарко. Я купила такой боди. На лето тоже очень классный. Мне нравится такой цвет. Мне кажется, он красиво сидит. Вот мой бодик. Очень нравится. Я купила вот такой топ. Тоже буду надевать на разные эстафеты. А в разные страны. Тем более у меня летней одежды не так много. Сзади идет вот такой вот. Не знаю, как это называется. Вот такой интересный топ. Хочу надеть его куда-то поверить. Я просто влюбилась в эти джинсы. Я очень давно мечтала. Это шорты, джинсы. Они такой мягкой текстуры. И затем написано ZARA. Я не знаю, я обожаю ZARA. И они не такие короткие. И в целом на лето просто идеальные. Я тоже сразу же там переодела время. И в этом гуляла. И ходила на фонтан Трэйви. Очень-очень удобные джинсы. Мягкие. Мне нравятся. И крайние ZARA. Это такие базовые брючки. Вот они. Вот такие длинные. Я думаю, они подойдут просто под все. Хоть я буду гулять в Австралии. Хоть я буду в жарком Дубае или вечером. Они просто легкие, идеальные. И цвет такой бежевый и базовый. Если вы заметили, я начала покупать вещи базовых оттенков и базовых стилей. Потому что раньше я покупала все, что мне вздумается. И потом я не могла это друг с другом сочетать. И, соответственно, у меня нет нормального стиля. Поэтому я недавно брала консультацию у моей подруги. И она вот посоветовала то в вещей базовые, которые я потом буду сочетать между собой. Поэтому я купила уже вот такие вещи. Там у меня бардак. Мне очень нравится, как она подчеркивает мои петра и талию. И второе, что я купила в Италии, это для меня что-то очень новое. Можно сказать, как это называется? Increase. Можно сказать, я пробила свой потолок именно в покупках. Потому что я в первую жизнь покупаю такую для меня дорогую вещь. Это Адидас. Я не знаю, я очень хотела кроссы Адидас. Хотя я никогда в них не разбиралась. Просто из-за того, что это качественно, дорого и бренд. Я хотела как-то себя видеть рядом с этим брендом. Как и подсознательно это все происходит. Поэтому я просто зашла в Адик и выбрала себе Адидас кроссы. И это реально классное чувство на самом деле. Потому что в Казахстане за 55 тысяч я бы не купила себе кроссовки с Адика. Для меня это было бы дорого. Но вообще те люди, когда ты за границей и так далее, тебе это уже норм. И с другой стороны, я думаю, я это заслужила. Потому что я получила диплом, я устроилась на работу в Эмирейс, я начала летать. И я еще ни разу не сказала себе спасибо за все эти достижения. Поэтому почему бы и нет. И вот мои прекрасные газель Адидас. Я опять-таки взяла такие серые, чтобы они подходили под все. Кстати, еще одна любимая фраза, связанная с обувью. Я эту фразу услышала когда-то в сериале F4. Это дорама корейская. И там говорилось, хорошие туфли ведут к хорошей жизни. И я помню, я купила... То есть мама мне купила кроссы на первом курсе с Америкой. Если я найду фотку, я сюда поставлю. И там был флаг Америки. И ровно через полгода я полетела в Америку по программе Work and Travel. Это было так символично. Потому что это хорошая обувь. И она привела меня к хорошей жизни в Америку. Я провела там почти 4 месяца. Вернулась. И эти кроссы были просто легендарными. Это были такие кроссы, которые светятся. И в Байконуре еще таких ни у кого не было. И это были первые кроссы, которые светятся. Ну, у взрослого. Потому что у детей и так все светится. И все обращали внимание. И это для меня были легендарные кроссы. И все американцы любили мои кроссы. Они говорили, вау, наш шоусь. Потому что они видели свой флаг на моих кроссовках. И они такие, вау, классно всех хвалили. И вот с тех пор у меня вот это осталось. Что обувь должна быть качественной и хорошей. Поэтому вот. Еще раз. Обзорчик. Второе, о чем я подумала, когда я покупала обувь. Я путешествую сейчас по миру. У нас, когда у нас леоберы, мы прям очень много ходим. Очень много смотрим пешком. И очень важно, чтобы обувь была удобной, красивой и вообще такой классной. Поэтому я подумала, если мои ноги видят весь мир, на моих ногах должны быть удобные кроссы или удобная обувь. Вот такие две аффирмации. В общем, я вот так себя подготовила к этой покупке. И поэтому я просто счастлива своими новыми адиками. Все, это были мои покупки с Рима. Одна партия. Короче, в университете у меня была классная учительница по английской литературе. И мы всегда, каждую неделю учили BBC и учили латинские фразы. Точнее, их переводили и разбирали. Так вот, когда мы разбирали очередную фразу, кто-то... Ну, точнее, учительница вот рассказала про эту фразу. Вини, веди и вичи. И перевод. Прошел, увидел, победил. Я просто влюбилась в эту фразу, потому что... Мне кажется, это близко к моей душе. Про достигаторство, про цели, про силу, духа и так далее. И я просто влюбилась в эту фразу. И когда я гуляла в Риме, я увидела такой магнитик, и я такая, я это возьму. Что-то про достигаторство, что-то про характер и так далее. Я люблю такое, поэтому это для меня очень символично. И я купила вот этот магнитик. Ну и как и все другие магнитики, я просто купила один с Рима, с Коизея. У меня вот такая привычка. С каждой стороны покупаю один магнитик и храню их на холодильнике. На самом деле, когда я впервые путешествовала, впервые выехала за границу, это была Америка. Я помню, как на 100 баксов я закупалась ненужной фигней. Кружки, футболки, кепки, ручки, блокноты, все, что там с Америкой и так далее. Не стоит этого делать. Спустя 14 стран я могу сказать, что это вам не понадобится. Поэтому я нашла для себя оптимальное решение. Я беру просто один магнит с одной стороны и халас. Все на этом. Но с Италией я сделала одно исключение. Это вот такой, не знаю, посткарт Рома. Я просто хочу сзади приклеить нашу фотку с Томми. Кстати, я забыла сказать, что Томми моя лучшая подруга. Она живет в Италии уже второй год. И мы с ней встретились в Италии. И мы погуляли. Поэтому, короче, я хочу нашу фотку сзади приклеить. И вот это хранить как наше воспоминание Рома. И Томми подарила мне, точнее, моей подруге в Дубае уже назвать. Такие шоколадки итальянские и сыр. Мы его уже открыли, поели. Кстати, у Томми было очень вкусно. Она, вы знаете, такие приколы, когда у тебя есть одна подруга лучшая. И здесь, короче, вторая появляется. И они такие, ха, лечь с собой. И вот, и Томми такая, вот ей херен, чай и шерсть мне теперь тебе подарила. И я, короче, мы с нас это покушали. Кстати, про Италию. Я очень везучая, потому что вышел в ростер. Это наш график работы. И мне попалась Италия. Среди 158 направлений мне попалась Италия. Как будто в круг контроле кто-то знал, что у меня есть подруга в Риме, и которой мне нужно поехать полететь. Поэтому я была очень везучая. Мне попалась Италия, и тем более Рим. Она именно в Риме живет. Хотя у нас есть направления, как Милан, Венеция и так далее. В общем, про Италию мне все очень понравилось. Я покушала реальную пасту. Попробовала мороженое джелата. Было очень вкусно. Единственное, я не успела пить кофе. Но, думаю, в следующий раз. Но, в любом случае, мне Италия понравилась. Как туристу это классно. Я бы хотела туда с мамой полететь. Показать ей Италию, Испанию и так далее. В целом, Италия мне понравилась. Так, это все было про Италию. Теперь давайте распакуем мои вещи с Шейн. О, господи, здесь что? Капец, я только увидела, что тут... Блин, я ненавижу такое. Что это такое? Короче, я с Шейн заказала кроссы для бега. Я думала, они чисто белые. Они белые, но с такой вставкой. Я такое не люблю. Ну, хотя для бега окей. Кстати, одежду для спорта я заказывала именно там. И мне все понравилось. Качество классное. Я думала, там качество не очень. Но классное, поэтому я заказала и другие покупки. Так вот, эти кроссы я буду носить в зал, потому что до этого у меня были кеды. И в них мне было неудобно заниматься. Еще одна покупка Шейн. Очень оправдала мои ожидания, потому что они очень качественные. Короче, у нас чемодан Крушина. Он такой большой, и в нем нету отсеков. Это такая огромная штука, куда ты просто складываешь свои вещи. И когда ты приходишь с флойовера или заселяешься в отель и открываешь чемодан, все вещи вот так снизу собираются из-за того, что там нет отсеков. Это во-первых. Во-вторых, одежда никак не организована, поэтому меня это бесит. Я нашла решение Шейн, я увидела вот такие штуки. Тут их сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штук, да? Было вроде больше. Ладно, смотрите. Сюда, допустим, я буду складывать брюки, юбки. Здесь будут всякие топы, все, что идет наверх. Здесь, допустим, там еще что-то будут, там пижамки и так далее. Вот это, которое темное, здесь ничего не подсвечивает, это будет для белья. А вот это, она для обуви. И сюда можно что-то еще запихать. Я не знаю, ну найдется, короче. И сюда можно какие-то лекарства, свою аптечку, в общем, запихнуть. Я не знаю, я, в общем, найду. Пока я еще не пробовала их, потому что у меня уйовер будет через два дня в Лондон. Давайте попробуем с моими кроссами запихнуть их сюда. Все прекрасно, мне нравится. Они по качеству очень классные. Я реально не ожидала, что они будут такого хорошего качества. И я специально выбрала такой бежевый цвет, спокойный. И, как вы заметили, у меня теперь гардероб становится таким бежевым, белым. Такие оттенки, как, не знаю, база, беж и так далее. Но в целом вот и все из моих покупок и из последних новостей. Мне кажется, это было очень информативно. В плане я вам показала, что я купила. И плюс рассказала мини-тур по Италии, что вообще я делала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!